Всем привет! Сегодня мы хотим вам показать наше самое первое жилье в Америке. Мы жили в штате Флорида. Это район Тампы, очень крупный город. И городок сам называется Палм-Харбор. Почему именно Палм-Харбор? Потому что наш сын занимался хоккеем. Это было совсем недалеко от места ледовой арены. И самое главное то, что здесь самые лучшие школы. То есть вы знаете, наверное, что в Америке есть три основные школы. Это элементы школы до 5 класса, потом middle school с 5 по 8 класс и high school с 9 по 12 класс. И вот очень важно жить в том месте, чтобы все три школы были хорошего рейтинга. Для меня считается хороший рейтинг, наверное, не менее 7 баллов. В Палм-Харбор все школы 7, 8, 9 баллов. В общем-то все комьюнити в Америке, они достаточно типичны. У них есть на территории лизинг офис. То есть офис здесь сидят менеджеры, где мы можем узнать о стоимости аренде, аренде, о том, что есть в наличии, какие условия для того, чтобы снять помещение. Как правило, в этом офисе или рядом находится спортзал. К сожалению, нам не удалось снять это все, потому что, сами понимаете, сейчас пандемия. И все спортзалы, конечно же, закрыты, как и бассейны, как и многие развлекательные места. У нас был очень хороший, уютный, небольшой спортзал со всем необходимым инвентарем и оборудованием. В офисе также находилась профессиональная кофемашина с огромным ассортиментом чая и кофе бесплатно. То есть в любой момент мы могли утро начать с кофе, что, в общем-то, иногда и бывало. С утра встаешь, Кирюху провожаешь в школу, возьмешь себе чашечку кофе к бассейну поплавать. Красота, конечно. Еще также, как правило, в лизинг-офисе есть отдельно расположенный офис, кабинет с компьютерами, с принтером, с доступом в интернет. Опять же, для новичков, для мной прибывших, когда у тебя еще нет оснащения дома необходимого, а работать какие-то, решать вопросы с документами нужно, это нас очень спасало. На территории имеется два бассейна, в общем, спортзал я уже говорила, два бассейна, мойка. Вот сейчас мы будем проезжать мимо мойки машины, то есть там пылесос 25 центов, по-моему, там минуты, две минуты. Я, честно говоря, уже не помню. В общем, за 10 долларов можно было вымыть идеально машину всю. Вот она как раз сейчас, мойка мы видим с пылесосом, две секции для мытья машины. В общем-то, на самом деле, мало кто мыл самостоятельно машину, поэтому мойка всегда была свободна. Огромная территория. На территории имеется детская площадка, теннисный корт, баскетбольная площадка. Все это увидите чуть позже. Очень симпатичные домики. Самое главное, в пешей доступности от торговых центров, от пабликса, волмарта, каких-то кафешек, парикмахерские. Вот самое-самое необходимое. Можно было дойти пешком и купить все, что тебе нужно. Это тоже, опять же, очень важный критерий при попытке поиска жилья. Так что смотрим дальше. Так, я сейчас иду показать вам бассейн. Наш вот к бассейну относятся два туалета, мужской и женский. То есть всегда можно сбегать, если это необходимо. Вот, и, пожалуйста, домики наши красивые. И бассейн. Бассейн это второй. Я не знаю, сейчас удастся ли нам снять первый. Второй бассейн, он поменьше по размеру. На сегодняшний день обстановка такая, что, чтобы сюда попасть, нужно записываться по предварительной записи, чтобы не было много людей. Но вот странно, людей сейчас вообще никого нет. На самом деле всегда было немного. Столики собраны. Там вот залив. Очень красиво. Гамак. Лежаки все лежат на расстоянии. Сейчас, к сожалению, в связи с ковидом обстановка так себе. Мы ходили сюда, нам очень нравилось. Здесь живет достаточно много русскоязычных, русскоговорящих. Кто только приехал. То есть, это замечательное место для старта. Но также есть люди, которые живут уже очень давно. Есть ребята 15 лет в Америке. Они здесь живут. В квартире. А для старта это вообще замечательное место. И вот хочу вам показать. Сейчас общественными у бассейна пользоваться мангалами нельзя. Но у каждого практически домика по одной-две вот таких решеточек стоит, где ребята собираются и жарят шашлыки. И вот он, речка. Вот она речка. Здесь все тоже ухожено очень. Здесь собачками гуляют. Но знаки, видите, предупреждающие осторожно крокодилы. Здесь близко подходить не очень хорошо. Там вот урны с пакетиками для собачек. Кустики все достаточно ухожено. Вдоль всего комьюнити идет вот эта полоса. И там дальше тоже стоят мангалы. Практически напротив у каждого дома у выхода есть свой собственный мангал, где можно пожарить мясо. Где можно отдохнуть. Все подстрижено, ухожено. Кажется, это очень красивое место. И для старта, и по ценовой категории. И вообще для начала. Чтобы прочувствовать, как живут типичные американцы. Мне очень нравится у них у домиков оформление такое серое, с голубым, с холодным. Уютно достаточно. Трехэтажные. Они все трехэтажные. Но квартиры какие-то. То есть везде в каждом доме своя планировка. Где-то только однокомнатные, трехкомнатные. Где только двухкомнатные. И там гаражи. Гаражи отдельно. То есть ты живешь, у тебя квартира. Если тебе необходимо больше пространства, или необходим для чего-то гараж, ты его арендуешь. Я вам скажу по секрету. Очередь в гараж. Раньше была очередь, чтобы получить гараж месяца три, наверное, ожидания. То есть спрос на гаражи большой. Потому что американцы в гаражах хранят не машины, а нажитое имущество свое. Вот так. Это уже другие. Другой комьюнити. Соседняя. Мы там должны были жить. Вот у нас центральная часть этого комьюнити. Здесь теннисный корт. Теннис здесь играли. Дети на велосипедах катались. Нанча играли. Таня, ты помнишь это место, Таня? Да. А можно покататься на этой перчатке? Пойдем покатаешься. А тут никто не катался? Здесь вообще редко гуляют. Папа, можно на этой перчатке кататься, да? Можно? Вот она, баскетбольная площадка. Тут раз, два, три кольца. Здесь старшие дети очень много времени проводили. Вот. А мы здесь в здании гуляли. А вот в этой квартире мы когда-то жили. У нас прям был вид на площадку. Видео обязательно мы вам покажем. Оно, конечно, было записано, когда мы там жили год назад. Совершенно не в формате ютуба, но тем не менее, просто ознакомиться, понять. Вот это были раз, два и три окна. Это были наши качели. Ну что, мы переехали. Обалденный дом. Вот так вот. Там площадка детская. У нас первый этаж. Наша квартирка. Заходим. Маленький коридорчик. Как Даня уже носки свои снял. Вот она кухонка. Комната сейчас темно. Вот будет Кирилла комната с Даней. Надеюсь. Очень хотим Даню переселить. Огромный, кстати, гардероб хороший. Везде ковроли и ванна. Так, тут все. Простенько. Достаточно. Вот она большая комната. Смотрите, знаешь что? Мама с мамой не поднялась. У нас вид прямо на площадку. Даня понравилась. Я бегаю. Даня уже бегает. Можно бегать много. Вот будет вторая комната. Я же хочу бегать. Даня. Наш гардеробчик поменьше чуть-чуть. И здесь из комнаты в ванну вход. Всем привет. Тоже такая же абсолютно одинаковая ванна. Но здесь два входа. Два выхода. То есть можно из спальни, а можно просто. И кухня. Посудомойка. Шкафчики. Плита. Холодильник здесь сразу. Все здесь включается. Здесь стеллаж для хранения. Достаточно вместительный. И комнатка. Это стиральная машина. И сушительная машина. С полочками. Все достаточно просто, но просторненько, улитненько. Будем переезжать. Да, Дань. Мам, чего хотите? Замечательная площадка. Единственный у нее минус. Это вот черная шина. Да, резина переработана. И от нее белая обувь всегда была грязь. Не знаю. Одежда не мучились. Все отстирывалось, конечно. Но то, что приходилось ухаживать постоянно, это факт. То есть, вот кругом такие домики. Я не знаю. И домов 13-15 здесь похожих. Площадка детская. Волейбольная площадка. Теннисный корт. И бассейн. Вот там бассейн. Сейчас я пройдусь туда, прогуляюсь там с ними. Теперь еще раз хочу вам снять бассейн. Вот она наша детская площадка. Вот здесь у нас была вторая квартира. Расскажу историю. И вот здесь бассейн. То есть, вообще, два шага. Сейчас он закрыт, потому что работает до 5 часов. Поэтому здесь людей никого нет. Если мы посмотрим, то увидите зона барбекю. Вот под крышей вот эта вот часть. Здесь были диванчики мягкие. Очень много вязаков. Большой бассейн. Мангалов несколько было. Уютными со столиками. То есть, хватало всем. Всем хватало. Было очень-очень классно. Такие пальмы высоченные. Небо голубое. Здесь, конечно, рай. И вот это вот корона. И фонтан. Я не знаю, видно, будет, не видно. Очень красивый фонтан. А там офис. Вот это вот здание. Головной офис. А жили мы в первой квартире. Я сейчас вставлю видео. Она была на третьем этаже. Мы заехали. Она была двухбедрумная. Это считается, когда у них две спальни. Гостиная и кухня. Здесь это считается двухбедрумная. Но на третьем этаже. И так как Даня у нас был суперподвижный, нас попросили перебраться на первый этаж. Вот в эту квартиру. Вот. И... Вот. То есть, мы прожили в квартире на третьем этаже. Я сейчас сниму дом. Прожили примерно полгода, наверное. И нас попросили съехать, потому что внизу была бабушка, которой Даня мешала отдыхать. И они, в общем-то, присылали письма предупредительные, пожалуйста. Это вот мусор выставляют. Наверное, еще кто-то переезжает. Вот такие квартирки. И лестницы на второй этаж. Присылали письма. Они просили, чтобы как-то мы были потише. Вот, естественно, мы быть потише не могли. Они нам еще несколько писем присылали. То есть, мы с ними беседовали. Что мы ничего сделать не можем. Вот в этом домике мы жили на третьем этаже. Так, ну что. Наша квартира. Была наша машина. Треста первая квартирка. Красиво мы так жили. Даня с Кирюшей там выясняют. Вот наша квартира была. Заходишь. Балкон. Полочки такие. Кухня. Столовая. На кухне. Холодильник. Еще. И тут. Стиралка. Полочками. Наоборот, стиралка и сушилка. Вот она входная дверь-то. Я, конечно, оператор фиговый, я понимаю. Всякие охранились. И здесь пошел коридорчик. Первая комната Кирилла. Гардеробный. Гардеробный. И наша комната. Выход в ванной. Выход сюда. Закрыта. Там и ванна. Всем привет. Такая ванна. В новый дом. Туда пройти. Там площадка и бассейн. Тут же тоже все рядом. Пятачок такой. И они нам присылали письма. Потом тот же самый менеджер говорит. Ну, я все понимаю. У вас ребенок. Убедительная просьба переехать. Вообще, здесь переезжать из одной квартиры в другой. В пределах этих апартаментов. Можно только за деньги. Или бесплатно, когда у тебя уже закончится контракт. Контракт заключается строго на год. Но они. Вот это вот просто mailbox. Сюда приходят письма. Газеты. Посылки. Это вот гаражи опять. Вот. Вот эти вот все шкафчики. Если, например, тебе пришла какая-то посылка. Ее либо кладут у тебя под дверь. Вот видите, оставляешь. Вот. Либо тебе кладут шкафчик. Вот этот ключик. То есть ты открываешь ключик. Берешь. На ключике написано номер шкафа. Открываешь здесь тебя посылочку. Вот как-то так. Видите, вот так лежат посылки. Чьи-то потеряшки, наверное. Никому они не нужны, в принципе. Вот. И возвращаясь к тем апартаментам, они нас попросили переехать. К чему бы были очень рады. Потому что у нас было две спальни. Но у нас был один туалет. До этого мы жили в частном доме. У нас, в общем-то, привыкли к роскоши, так скажем. Вот. И... Застопорилась. В общем, мы хотели переехать в квартиру побольше, где два туалета. Вот. В общем-то, мы без проблем переехали в другую квартиру. Так что, живя здесь, мы поменяли две квартиры. У нас потом стало двухбедрумная. То есть две спальни, гостиная, кухня и два туалета. Вот так. Для старта, когда ты только приехал, когда у тебя еще нет необходимых документов, стабильной работы, мне кажется, это самое лучшее место с детьми, потому что здесь самая хорошая школа. И мы провели, прожили здесь год. Это был замечательный год. Мы обрели много друзей. Мы узнали много всего интересного, нового, нужного, что в дальнейшем нам пригодилось. В общем, мы очень благодарны тому, что у нас была возможность быть здесь и стартануть именно здесь. Еще очень важный момент. Вы, наверное, в курсе слышали, что дети ездят, организованы в школы, на автобусе от элемента Редаха и Скул. И вот как раз автобус в нашей школе отправлялся из нашего комьюнити, прямо от лизинг-офиса. Подъезжал по утрам автобус, который сажал детей, довозил их напрямую до школы. Это тоже очень важный момент, когда у тебя нет времени, у тебя много проблем, у тебя много вопросов, которые нужно решить. Хотя бы вопрос с ребенком, безопасностью, доставкой его в школу и возвращением домой, вопрос решен вот от этого офиса. автобус их забирал напрямую в школу и привозил потом опять обратно домой. И ребенок самостоятельно шел домой. В общем-то, это рядом абсолютно безопасно. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Будут вопросы, задавайте, подписывайтесь на наш канал. Счастливо. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!